Продолжение следует... Режиссер фильма решил рассказать о современных актерах, пытающихся пробиться на американский экран. В частности, о судьбе Ильи Волоха, который снялся уже не в одном десятке всемирно известных фильмов. Не просто быть плохим парнем в Голливуде. И русским актерам мало что светит в Калифорнии, если они не говорят хорошо по-английски и не воспринимают тот образ жизни, который существует в Голливуде. Это фантастическое трудолюбие, это, я бы даже сказал, в хорошем смысле агрессия и жажда жизни, жажда успеха. Без этого ничего нельзя сделать в Голливуде. И второе, опять же, надо всем учить английский язык. Потому что английский язык – это выход не только в голливудскую жизнь, но и вообще за пределы России. Лингвистический аспект затронули и авторы фильма «Хор история». Картина рассказывает об уникальном хоре под руководством русского эмигранта Дениса Мицкевича. За более чем полувековую историю коллектив включил в свою программу огромное количество русских песен, в том числе и церковное пение. Авторы и герои фильма пытаются разобраться, чем привлекла американцев, многие из которых даже не учили русский язык, настоящая русская музыка. Одна причина, что им было интересно в те годы, когда был железный занавес и не было контакта, им было интересно, это были интересные люди. Из них потом пять стали послами и так далее. Так что это интеллектуальный довольно высокий калибр людей был. А вторая причина, это потому что мы старались показать универсальную ценность этих русских песен и русской церковной и светской музыки. И они это почувствовали. Большой частью программы в этот вечер стали работы, посвященные русскому меценату Сергею Дягилеву. С самого начала фестиваля в здании Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына открылась выставка работ художников Анатолия Нежного и Анны Нежной, которые создали декорации, костюмы и оформления для проекта Андриса Ильепа «Русские сезоны XXI век». Многие из этих работ уже вышли за рамки театра. Это постоянная передвижная выставка. Самым эпохальным для меня моментом было участие в фестивале «Черешневый лес» в мае-июне этого года в оригинальном здании и в здании современники этой эпохи в ГУМе под стеклянным куполом была большая выставка, которая включала в себя не только декоративные панно, но и картины, акварели, костюмы на манекенах в большом количестве. Поэтому все это пространство было оформлено. Фестиваль в этом году совпал со столетием русских сезонов Сергея Дягилева, поэтому организаторы решили включить в программу «Большой блок», посвященный этому событию. Причем не только кинематографические работы. У нас в нашей программе на ближайшее время стоит в плане форум по меценатству и творчеству в России. И мы решили совместить эти две тематики. И не то, что сделать полную презентацию нашего комитета сегодня в рамках этого уважаемого фестиваля, в этом уважаемом доме, а просто среди друзей обкатать, поговорить о дальнейших перспективах нашей работы. Потому что основная презентация у нас уже с более расширенным советом будет после Нового года в одном из Евросоюзных посольств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...